Ежегодно из резервного фонда президента России выделяется порядка 12 миллионов рублей для нужд нашего региона. В прошлом году денежные средства получили несколько социально важных учреждений в районах области. В ту же свыше 2,5 миллионов рублей были направлены детскому саду «Родничок» на капитальный ремонт. Качество выполненной работы лично проверил главный федеральный инспектор по Кировской области Фердуис Юсупов. С места событий репортаж Кирилла Сосолятина. На проведение капитального ремонта детского сада «Родничок» из резервного президентского фонда было выделено почти 3 миллиона рублей. На ремонт каждого квадратного метра приходилось около 11 тысяч. Сумма более чем достаточная. На сегодняшний день ремонт закончен. Обновлены полы, поставлены новые окна и двери. Но это по отчетам и на первый беглый взгляд. Это же наши дети. Это же вы ставили дверь? Так можно разве? Вы это сами жиживаете, нет? Нет. Ну понятно. Даже не специалисту понятно. В качестве ремонта оставляют желать лучшего. С порога уже облезла краска, на двери свежезакрашенная заплатка. А как делается? Сначала шпаклюется, потом берется шкурка, затирается под лампочку. Правильно я говорю, да? Так правильно. Правильно. А это раз так здесь сделано? Швы, они сейчас у вас потрескаются, вон уже швы трещат, вон я отсюда вижу. Швы трещат, соединение, потому что вы их сетку не поставили соответствующую. Оно на следующий год у вас здесь все потрещит. При осмотре внешней отделки здания картина столь же неутешительная. Оконные рамы сделаны некачественно, бетонную отмостку залили так неаккуратно, что она уже потрескалась. При детальном разборе ситуации выясняются новые проблемные моменты. Был ли не предусмотрены работы по несущей стене, так как думали, что брус несущей стены находится в хорошем состоянии. Но при вскрытии полов выяснилось, что несущая стена и брус, который под ней лежит, сгнили. Сгнили все лаги и не хватало столбиков. Брус несущей стены и лаги пришлось менять сверху уже составленной сметы. В итоге пострадали качество и объем работ, предусмотренных в документации. Но рассуждать сейчас о том, кто виноват, подрядчик или авторы некорректно составленной сметы, поздно. К началу ноября все недоделки необходимо устранить. И садик при этом не должен прекращать свою работу. Я надеюсь, думаю, к середине ноября месяца они здесь наведут порядок в этой части. Все-таки это говоримо от УЖ, родничок, это наши дети. Мы должны их воспитывать чистой, порядком, культурой. И этим закладывается наше будущее. Еще один адрес рабочего визита Фердауиса Юсупова в Тужу – местная школа. 1 сентября ученики не узнали свои родные классы. В школе тоже сделали ремонт. Снаружи здания современная отделка, внутри школа стала светлее. Закуплена новая мебель, в классах обновлены компьютеры. Выпускаюсь, да. Очень жалко будет расставаться. Я уже привыкла к школе. Как-то уже плохо помню то, что было до ремонта. Школу я свою люблю вообще. Я сейчас зашел в школу, конечно, меня поразило. Во-первых, классы, ученики, директор школы, значит, учителя, заместители. Вообще здорово. Вот когда видишь такие объекты, тогда я понимаю, что у нас подрастающая молодежь будет в воспитывающих условиях правильно будет обучаться, будут вырастать интересные люди, нужные для Вятской земли и в целом для страны. Добавим, что Тужа – один из нескольких пунктов в большой программе инспекторских поездок Фердауиса Юсупова. Ранее в ходе такой же проверки в Светлополянске были выявлены недочеты при капремонте местного ДК «Юность». Сейчас на контроле у главного федерального инспектора находятся объекты в Вятскополянском районе и на Линске, которые тоже получили средства из резервного фонда президента России. И главная задача на сегодня не только проверка качества работ, но и выработка более эффективного механизма реализации выделяемых средств. Кирилл Сосолятин, Руслан Быкасов, Вести, Кировская область.